я рада вас приветствовать в нашей студии и сегодня на нашем уроке мы поговорим об одной проблеме как переводится та фраза которая на нашем экране изображена так questions есть идеи но давайте об этом поговорим итак questions это слово было ключевым questions это вопросы насколько легко в русском языке задавать вопросы настолько сложно их задавать в английском языке но это только на первый взгляд итак на русском языке я пошла в кино это утвердительное предложение я пошла в кино сама себе задаю я вопрос это уже вопросительное предложение в английском языке все не так давайте посмотрим какие вопросительные предложения можно построить в английском языке итак types of questions типы вопросов первый тип вопросов называется general question общий вопрос на этот вопрос требуется ответ да или нет ответ то прост но как построить этот вопрос итак здесь конечно же работают вспомогательные глаголы которые нам помогают задать общий вопрос и из инди гады он в саду чтобы спросить он в саду конечно нам надо работать с глаголом и переместить его на первое место исхи инди гады общий вопрос yes he is да в саду такой ответ давайте посмотрим на следующий тип вопросов special question чем он отличается от общего вопроса особый вопрос special специальный вопрос да тем что в нем есть вопросительные слова какие вопросительные слова вам сразу приходят в голову when когда вот что why почему или зачем правильно так куда же поставить это слово вопросительно да конечно на начало предложения в начале предложения мы ставим вопросительное слово а дальше наш общий вопрос все совсем просто next question alternative question alternative многие говорят что какой-то длинный и сложный вопрос да ничего сложного это тот же общий вопрос только мы добавляем альтернативу или ну например дыга у тудэ синема о тудэ сети ты пойдешь в кино или в театр то есть мы предлагаем своем вопросе альтернативу выбор оттуда и название alternative question next subject question subject это главный предмет в предложении подлежащий это вопрос к подлежащему какие вопросы мы знаем чтобы сформулировать вопрос к подлежащему конечно же who what what это что а who это кто такие вопросы тоже не вызывают большой трудности и последний тип вопросов это text question что это такое нам сегодня это уже встречалось и так разберем немного поподробнее давайте посмотрим на предложение he is in moscow я взяла несложное предложение он в москве попробуем по упражняться и задать все типы вопросов которые я перечислила выше he is in moscow первый вопрос общий который требует ответа да или нет он в москве так звучит по-русски что делаем на английском языке конечно же наш вспомогательный глагол или форму глагола to be выносим на первое место is he in moscow и ответ yes he is второй второй вопрос у нас это альтернативный я поставила его на второе место потому что от общего вопроса легче всего сейчас перейти к альтернативного он в москве или в лондоне is he in london or in moscow или наоборот и ответ нужно дать это точное слово где он находится in moscow for example следующий тип вопроса называется subject question где кто в москве да это вопрос к подлежащему sorry это вопрос у нас будет специальный конечно же который начнется с вопросительного слова где он where is he и ответ in moscow the next ну вот он конечно наш и вопрос к подлежащему начинаем с who who is in moscow ну в общем то если мы посмотрим на все эти предложения их конструкцию совсем несложно задать вопрос если есть в предложении форма глагола to be давайте посмотрим что происходит если это не глагол to be а смысловой глагол да еще стоит во второй форме то есть past simple we went to the cinema yesterday мы отправились в кино вчера я предлагаю вам такой алгоритм при работе с предложениями сначала найти подлежащие сабчик затем сказуемое определить в этом сказуемом время past simple и затем вспомнить как задаются вопросы в конкретном времени ну и порядок слов это тоже очень важно давайте проверим что у нас получится с этим предложением и так вы подле вы подлежащие в энд сказуемое чтобы задать вопрос общий did you go to the cinema yesterday следующий вопрос у нас альтернативный это тоже не так сложно глядя на общий вопрос если он уже сформулирован did you go to the cinema or to the theater for example so куда ты отправился вчера где ты был where did you go yesterday и последний четвертый who went to the cinema yesterday вопрос к подлежащему самый легкий в past simple потому что мы всего-навсего вместо подлежащего ставим вопросительное слово ху и вопрос готов ну что добрались до нашего основного вопроса который вызвал у нас затруднение сегодня в начале нашего разговора это тэг-квэшчин сейчас мы за несколько минут попробуем ответить на вопрос вот из тэг-квэшчин хау а дэй-фом тэг-вэй дэм что это за вопрос как он строится и зачем используется в английском языке тэг-квэшчин she is at home она дома isn't she не правда ли то есть это даже не вопрос это больше предложение с вопросительным знаком которое служит для того чтобы поддержать беседу nice weather isn't it вы наверняка слышали такие вопросы в диалогах как же строятся они если у нас предложение с вами положительное то после запятой обратите внимание наш тэг будет отрицательным с использованием того же местоимение и нашего глагола isn't she а если наше предложение отрицательное то наш тэг будет положительным she is not at home is she и сейчас я хотела бы предложить вам огромные таблицы ну а она огромная на первый взгляд на самом деле здесь все расписано что делать с глаголом если у нас глагол в основном предложении ну например кен вы уже увидели с прошлого нашего занятия мы помним что кен это модальный глагол и он сам помогает нам задавать вопросы вообще работать в предложении что-то в нашем the question то есть переспросе вопросе переспросе будет форма кант то есть мы ничего не меняем добавляем только нот если у нас вторая форма глагола то здесь нам помогает вспомогательный глагол какой как вы думаете конечно дит и он будет у нас с отрицанием дидент все виски и мэйби и тсвэй юсфо фо ю сэгел вон ну а теперь попробуем you can't play chess you can't play chess how do you know what do you think about the end of this about the tech question хия как вы думаете чем закончится это предложение ты can't play chess не умеешь играть правда шахматы то есть у меня есть желание тебя научить я хочу уточнить конечно перейдет в нашу часть правую наш глагол кен и он будет у нас вместе со своим местоимением ю правда же несложно you can't play chess can you обратите внимание еще на интонацию интонация у нас восходящие мы как будто бы обращаемся к нашему партнеру с которым разговариваем ну чтобы заинтересовать его his sister старис че низ где здесь сказуемые ребят точно старис старис что это за глагол это первая форма глагола с окончанием с и мы понимаем что мы не можем его перенести в правую часть мы переносим его вспомогательный глагол это будет даст и ответ наш будет дазен че и тизент кул тудей но я уже думаю что все вместе со мной начинают работать и из и есть я рай your friend went abroad твой друг отправился за границу венд по стимпл конечно дит с отрицанием дилент хи и дон слип вэл а здесь ребят нам вообще легко потому что уже есть вспомогательный глагол для отрицания но мы с вами видим четко здесь есть у нас отрицание и нот да вместе со вспомогательным глаголом поэтому мы переносим в правую часть ду без отрицания получается наш ответ дую дофим воз interesting фильм был интересный опять форма глагола туби не вызывает у нас трудности was not перенесли в правую часть и добавили вместо фильма местоимение it местоимение it обозначает у нас неодушевленное понятие and else one question else one sentence they will arrange a party они организуют вечеринку не правда ли я порадовался за них тоже хочу туда попасть убил переносится вправо с отрицанием но сокращенная форма будет выглядеть у нас want и местоимение зэй я думаю что в таком задании когда мы вместе проговариваем вам было понятно что делать и как это делать давайте посмотрим на некоторые особенности местоимение которое мы используем во второй части в правой не всегда легко подобрать к нашему главному слову в предложении ну например если my mom конечно я знаю что во второй части я должна сказать ши должна или должен да если у нас местоимение главный член предложения the film да профильм идет речь то конечно это it то есть это достаточно понятно но есть моменты в английском языке когда мы можем затрудняться использовать заменять местоимение вернее заменять слова какими-то местоимениями но это такие слова в рамочке они у нас выделены these those everyone everybody someone somebody nobody no one что делать если такие слова у вас являются subject подлежащим я вам открою маленький секрет что все эти слова которые переводятся эти те everyone каждый everybody все someone кто-то somebody тоже кто-то nobody никто и no one не один все они заменяются местоимением they это совсем не сложно запомнить давайте посмотрим на примеры these are yours это твои не правда ли aren't they everybody took the test didn't they and so on ну и так далее мы тоже уже эти предложения просмотрели и почитали есть еще один нюанс есть слова которые уже являются отрицательными словами это слова у нас на нан но у ван nobody nothing never это слова ловушки если мы с вами в предложениях и встречаем то конечно же наша основная часть уже является отрицательной и правую часть the question формулируем без частички нот they found nobody did they we've never been there have we nobody knows who does they обратите внимание в правой части у меня нет отрицательных частичек нот а почему а потому что отрицание есть уже в левой части в основном предложение я хочу чтобы вы запомнили еще несколько фактов у нас есть предложение где нет подлежащих например let's make a cake давай сделаем пирог или торт let's make a cake но я хочу так сказать чтобы заинтересовать своего собеседника и в этом случае мы добавляем вспомогательный глагол шел ви но так принято в английском откуда взялся шел мы просто это запоминаем поэтому здесь написано римемба кому сас пойдем с нами а это тоже предложение повелительное когда мы кого-то приглашаем с собой и здесь тоже если вы добавите will you то получится такое заинтересованное предложение это значит я очень хочу чтобы вы со мной пошли ну что попробуем i must get up early yeah mustn't the doctor works at the hospital works yes doesn't he the kids can't fly you're right you're right can they my sister is not a teacher is isn't she of course sorry 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 is not here then is only is we didn't swim this summer мы не плавали этим летом did we your dog can run can't eat yeah you're right we are friends yes aren't we good or aren't we как говорят англичане so i hope let's practice shall we same one the first prize yesterday но теперь все пять предложений вопросительных итак первое предложение у нас общий вопрос did sam win the first prize yesterday the second вопрос у нас какой ну-ка посмотрите на него внимательно did sam win the first о конечно альтернативный вопрос третье when did sam win the first prize четвертое кто выиграл этот приз who won the first prize ну и наше предложение это Sam won the first prize yesterday didn't he я ребят надеюсь вам все было понятно если непонятно можно посмотреть несколько раз so thank you very much for your attention have a good day will you 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 Субтитры создавал DimaTorzok